И сегодня Дмитрий Медведев заявил, что причиной авиакатастрофы под Петрозаводском, вероятнее всего, стал человеческий фактор. При этом президент подчеркнул, что необходимо дождаться окончательных выводов соответствующих ведомств. Дмитрий Медведев также поручил Минтрансу рассмотреть вопрос об ускоренном выводе Ту-134 из авиапарка страны. Регулярные рейсы этого лайнера могут быть отменены уже со следующего года. Я вчера дал поручение министру о том, чтобы нам готовить в целом форсированный вывод Ту-134 из эксплуатации. И не только из-за этого летного происшествия, но и просто потому, что это уже пора сделать. Во всяком случае, я полагаю, что в короткой перспективе, по моему указанию, они проанализируют вопрос о запрете эксплуатации этих судов на регулярных рейсах. Об этом глава государства говорил сегодня на встрече с сотрудниками агентства РИА Новости. Дмитрий Медведев приехал в здание агентства на Зубовском бульваре, чтобы поздравить коллектив с юбилеем. РИА Новости исполняется 70 лет. Президенту показали современный мультимедийный пресс-центр, новый ньюсрум и рассказали о работе агентства. И сегодня же Дмитрий Медведев посетил Russia Today. Там глава государства участвовал в запуске нового канала. Теперь зрители смогут смотреть документальные фильмы, в основном о России, рассказывающие об истории и природе страны. Дмитрий Медведев выбрал нужную кнопку на экране монитора и вещание началось. Главный редактор Russia Today Маргарита Синманян также рассказала президенту о работе редакции.